Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал! Красота спасет мир! Сегодня с вами мы выезжаем из Рима и оставляем позади шумный город. Поедем за город. Мы сняли прекрасный Airbnb недалеко от Болони и вы увидите, насколько он красивый и насколько ритм жизни там замедлен по сравнению с сумасшедшим, но прекрасным Римом. Моя рекомендация для путешественников в Рим остается прежней. Это вилла Диеста, которая располагается в Тиволи. Если вы не видели, посмотрите предыдущее видео и всем рекомендую не концентрироваться только на местах, которые популярны у туристов, такие как Алисей, Треви Фаунтен или Испанские ступени, а именно выехать за город и посмотреть очень красивую старинную виллу. И вы насладитесь этим днем. И другая важная рекомендация, которую бы я дала всем, не путешествуйте в Рим. В июле и августе было очень жарко, чересчур жарко, я бы сказала. У нас не было другого выбора, потому что у детей каникулы, но если у вас есть выбор, путешествуйте или осенью, или поздней весной. Мне кажется, вы получите больше удовольствия. Скажем до свидания прекрасному вечному городу Рима и мы на пути в Болонию. Посмотрите, какая красота, друзья. Извелистые дороги, виноградники вокруг вас, поля с подсолнухами, поля с плодовыми деревьями, яркое солнце и свежий воздух. Мы взяли в Рим машину, так что мы чувствуем себя очень даже свободными. И это классное чувство, когда можешь сесть на машину, ехать куда хочешь, не быть привязанным никаким Uber, лифтом. Кстати, в Италии нет ни Uber, ни лифта. У них свое такси, потому что Uber был невыгодно итальянцам иметь в своей стране. Это не важно, потому что у нас есть машина здесь, рент, и это вообще неповторимое счастье. Немного расскажу вам про Airbnb, который мы сняли. В данном случае мы сняли целый дом, а не отдельную комнату, как предлагалось в других Airbnb в округе. То, что вилла делилась на несколько отдельных спален и сдавались отдельно комнаты. И мой муж просил меня так, чтобы мы сняли отдельный дом. На самом деле этот дом, он на два хозяина. В одной половине жили мы, и во второй гораздо меньше половине жила семья, которая и поддерживает, и сдает этот Airbnb. И сейчас вы все для себя увидите. Начнем с рекламных фотографий. Это то, что увидела я на сайте Airbnb. Вот цена 169 за ночь. То, что считаю вообще недорого по американским меркам, это копейки, чтобы снять целый дом. Для справки, гостиницы в популярных местах в Америке могут стоить 500 долларов и больше. За одну комнату, за одну ночь. Моя рекомендация, не останавливайтесь в гостинице. Берегите свои деньги и нервы. Итак, мы на месте и мы заходим в дом. Вот то, что мы видим, и оно действительно соответствует фотографиям. Никаких плохих сюрпризов я здесь не нашла. Все было очень чисто. Стиль mid-century. Это середина прошлого века, когда начался вот этот модерн стиль. И смотрите, все такое интересное. Я говорила с хозяином. Он сказал так, что он привез эту мебель в основном из Германии, из Берлина. Все соответствует фотографиям. Я довольна. Мне кажется, нам здесь понравится. Путешествие во времени продолжается у нас. Мы с вами побывали в такой интересной старинной квартире в Риме. А теперь мы путешествуем в середину прошлого века. И конкретно вот эта мебель была использована в Германии. Здесь вот стоят старые пепельницы. Откуда все это привезли. Поставили сюда. Хозяин дома нанимал дизайнера, чтобы ему здесь все подобрали. Каждый предмет интерьера был выбран тщательно, чтобы сохранить общий стиль. И наш хозяин, который сдал нам этот дом, он сказал, что он хотел иметь какое-то особое присутствие на Airbnb, чтобы его дом отличался от других домов, которые предлагаются в Риме. И этот дом на самом деле очень популярный. Вот вам идея для дачи. Если у вас есть старый сервантик, возьмите его, покрасьте краской яркой. Если вы хотите сделать такой тип дизайна, почему бы и нет. Будет так прикольно и будет интересно. Я не знаю, поставила бы я себе это в дом. Но если в загородный дом и на дачу куда-то, почему бы и нет, поставить такой сервант. Очень даже функциональный. Но, как видите, всем этим можно пользоваться. Это предназначено именно для тех, кто снимает дом. Там даже видно, многие поставляли ликеры, но мы их не пили, потому что мы не особо любители таких ликеров. Только для гостей мы это все покупаем. Здесь на завтрак все приготовлено. И в холодильнике я тоже вам открою, покажу, что у них будет на кухне в холодильнике. Вот кухня. В каком она состоянии? Ну, в принципе, жить можно. Неделю даже вполне. Конечно, если бы жили вы здесь постоянно, сделали бы ремонт. Но для загородной кухни, мне кажется, если в ремонт, то вполне даже нормальным. Максимальное количество людей, которые могут остановиться в этом доме, это 8 человек. Нас было четверо, поэтому видите, сколько много здесь посуды. Посуды достаточно на 8 человек. Отличие от гостиницы, то, что у вас есть кухня, вы можете готовить, если вы хотите. Завтраки включены были. Он готовил завтраки, но мы все равно добавляли того, что хотим мы, потому что у нас как бы свое привычное меню, которому мы исследовали. Вот холодильник, то, что было здесь, всякие йогурты, молоко, яйца. И еще у него там лед был, и справа у него были запасы хлеба и так далее. И на завтрак он готовил и еще приносил дополнительные свежие фрукты, сырые и так далее. Так что это не было ограничено только тем, что имелось в холодильнике. Дальше я вам открою и покажу все ящики, только ради того, что если вы будете путешествовать, вы будете знать, чего можно ожидать от Airbnb. Ожидать можно того, что у вас будут в наличии всякие разные кастрюли. Но, конечно, я всеми этими кастрюлями особо не пользовалась. Мы хотели кушать по ресторанам. Но, если вы хотите, можно все купить и можно пользоваться, и можно все прекрасно готовить. Здесь спеценапор полный, там был у него в кухне. Так что насчет этого есть. Вот это все было. Еще что было, но я не сделала видео, была стиральная машина и сушильная машина, которые прекрасно работали. Никаких проблем не было, и он дает вам порошок стиральный. Это все тоже было в наличии. И вы за это дополнительно не платите, просто пользуйтесь этим. И это очень неудобно, когда вы путешествуете, что вам не нужно брать лишнюю одежду. Дальше, смотрите, вышли мы на улицу. И вот такой backyard, то есть задний двор, вот такой, он идет под откос. Так что нужно аккуратненько, особенно если вы выпили немного вина. Я бы вам не рекомендовала здесь вечером ходить. Смотрите, какая красота. Свежий воздух в макушке деревьев, потому что падает уровень. И вот такой у нас, это наш дом. Поворачиваем ее направо. Напоминает мне дом, в котором мы жили до того, как мы переехали в этот новый дом. У нас такой же был 5-yard и такое же было расположение с верандой. Было две веранды, одна верхняя и одна нижняя. Сейчас вы увидите, мы сходим еще наверх с вами. Вот то, что мы видим снизу, так красиво. На самом деле расположение домов, мне напомнило в Америке, расположение домов, как все обустроено. Очень даже похоже, я бы сказала, вот именно частный сектор. Единственное, что отличается намного, это то, что ставни в Италии, они намного более функциональны, распространены. Ими люди действительно пользуются, в Америке ими никто не пользуется. Заходим с вами обратно и сейчас мы пойдем наверх. Вот это спальня, которой пользовались мы с мужем. Как видите, две стены, у него здесь покрашены ярко-синяя краска, одна белая. Дизайн такой весь, сказать, контемпорарель. На самом деле для спальни, мне кажется, довольно-таки холодный дизайн, но я вам показываю то, что было как есть. Немного такой аскетичный интерьер, я бы сказала. Но все было чистое, кровати удобные. Сейчас я вам покажу ванну. Комната тут тоже очень такая простая, просторная, но простая. И красные полки тут не совсем понятно. Ну вот по заказу дизайнер ему так и сделал оформление дома. Середина прошлого века. Mid-century villa. Так что я вам показываю то, что было. Нас устраивал вид, был красивый. Нас устраивало пространство и нас устраивала чистота. Дом был чистый и расположение было очень хорошее. И вот здесь вид террасы на втором этаже. На все окрестности, видите, соседние дома. Мы практически на самом холме, выше этого дома домов не было. Так что вот такой панорамный вид на все стороны. Каждое утро, каждый вечер. Тишина и только пение птиц. Здесь у них общий холл, где могут люди брать книги, читать их на всяких разных языках мира. Если вам интересно, библиотека есть. И дальше вот смотрите, каждая спальня идет со своей ванной комнатой. То есть, это очень удобно. Можно снимать комнаты только отдельно. Не снимать целый дом, а снимать только комнату, которая закрывается на ключ. И у вас будет своя ванная комната. И будет намного дешевле. Я не знаю точно, какая цена. Но нужно узнавать, если кому интересно, будет дешевле, чем платили мы. Чем снимать весь дом. И так люди тоже делают. Они снимают только одну комнату. Но вы тоже можете пользоваться кухней. Эта спальня на самом деле пустовала. Дочка выбрала другую. Не знаю, почему она не выбрала эту. Хотя у этой был выход на общую террасу. Но она выбрала другую, потому что ей там понравился цвет фиолетовый. Посмотрите на вид из окошка. Прекрасный вид. На ночь вы можете закрыть ставни. Так что будет очень хорошо, очень тихо, спокойно. И не жарко. Черепичные крыши. В каждой комнате телевизор. Но телевизор не все на итальянском языке. И здесь моя рекомендация для вас такая. Если у вас есть возможность купить так называемый Chromecast Extender. В Америке стоит 35 долларов. Вы можете подключить к смарт-тв, который присутствует здесь, свой компьютер. И смотреть любой фильм, который у вас есть. Допустим, мы подписаны на Amazon Prime Video. То есть, любой фильм с Amazon Prime Video мы можем смотреть на большом экране телевизора, а не на компьютере. И если вам это нужно, можете привозить этот небольшой экстеншн, который пакуется очень-очень легко. Но, в принципе, можно и отдохнуть, потому что мы в отпуске. Дальше я вам показываю здесь. Сейчас я спущу камеру вниз. Здесь живет хозяин. У него маленький ребенок. Это его половина дома. Видите, у него только один выход на общую веранду. Но он никогда не заходит в эту часть. То есть, он остается там. И я никогда на веранде его не видела. Но, в принципе, доступ есть у него на общую веранду. За этой веревкой. Дальше в доме кондиционер. Работал прекрасно. Очень хорошо поддерживает температуру. И он очень тихий. То, что намного лучше, чем если вы путешествуете в Америке. Здесь, в Америке, не знаешь, на какой дом вы напоритесь. Если вы путешествуете, если вы снимаете дом, какой там кондиционер. Очень внимательно отслеживайте эту информацию. Потому что, если нет центрального кондиционера. И кондиционеры вставлены в окна. Они очень-очень шумные. И я бы не рекомендовала останавливаться в таких домах. Если вы путешествуете по Америке. В которых кондиционеры вставлены в вашей комнате. И в окошко. Вот это одна из ванных комнат. Которая была в той спальне. Которая желтым цветом покрашена. Сейчас я покажу вам спальню, где спала моя дочка. У нее была такая фиолетовая спальня. То, что хотела она. И этот цвет понравился. Поэтому она выбрала вот эту спальню. Но слава богу, что дома у нас такого цвета на стенках нет. Ребенку нравится. Почему неделю бы и не поспать в комнате, в которой ей нравится цвет. За неделю она устала. Потом она сказала, что ей уже этот цвет надоел. И она хочет вернуться обратно в свою спокойную спальню. Но неделю она отдохнула здесь. Ну и дальше смотрите дизайнерский прием. Обои только на одной стене. Остальные стены просто покрашены в ровный цвет. На самом деле, мне кажется, лучше. Потому что этот цветочный рисунок по всем четырем стенам было бы слишком busy. Слишком бы от него человек уставал. Вариант оформления для вас. Дальше вы увидите ванную комнату. Яркая синяя кобальтовая плитка. Ну и большой плюс в том, что эта спальня идет с отдельной ванной комнаты. Это то, что дети не должны делиться ваннами. И когда мальчик и девочка, это очень удобно. Потому что она любит долгое время в ванне мыться. Сын тоже. И они все время ругаются, если они должны делиться ванной комнатой. Я не знаю, как мы раньше все жили в одной квартире. И все как-то особо насчет этого не заморачивались. Была одна ванная на всех. Сейчас у нас дети такие, что они хотят индивидуальной ванной комнаты. Также, как видите, у вас есть здесь индивидуальный шифонер, куда вы можете сложить все свои вещи, повесить все свои вещи на плечики. Также был комод, куда можно было все складывать. И все закрывается на ключ. Это для тех, кто будет снимать вариант отдельно комнату, а не весь дом. И сейчас я покажу, где у меня останавливался сын. Почему он эту комнату выбрал? Потому что здесь был самый лучший интернет. Он сказал, что здесь сигнал самый хороший. Так что не выбирается по тому, откуда вид у нас лучше и так далее комнаты. Как бы я выбирала комнату для себя, чтобы у меня был красивый вид из окна. А у него выбирается какой лучший у него интернет. И вот это была его ванная комната. Он сказал, что здесь его все устраивает. И больше ему не нужно. Дочка выбрала по цвету, а сын выбрал по интернету. Так как выбирают комнаты дети. Дочка выбрала по цвету, а сын выбрал по цвету, а сын выбрал по цвету. Мы приехали в местный ресторан. Называется Агротуризм. То есть они готовят обед из того, что они выращивают у себя на ферме. Следующее утро и у нас первый посетитель. У них было два котика, которые приходили, подходили только к Лоре. Остальных они боялись. Но у Лоры с ними была дружба. К ней они ходили даже на руки. Это то, что накрыл на завтрак наш хозяин. В дополнение к этому я покупала себе французский сыр Бри, который я все время ем на завтрак. И муж себе готовил овсянку. Для детей я готовила или яичницу, или скрэмблдекс, или они ели хлопья. Хозяин всю посуду моет, убирает. Так что вам насчет этого думать не нужно. Как поддерживать порядок. И он еще предлагал, что он будет менять белье на постелях через каждые три дня. Так что, если вам интересно, то я вам говорю эту информацию. Сейчас я с вами обойду вокруг дома. И вы посмотрите, как тут все у них обустроено. Какие деревья растут. Даже у них есть здесь русская березка. Смотрите, наша родная березка. Мы разговаривали с хозяином. Он сказал, что купил этот дом около 8 лет назад за 850 тысяч. Дом был в заброшенном состоянии. В нем никто не жил. И он сказал, что он вложил в него очень много денег, чтобы привести его в вид, с которым вы его видели сегодня. Но с тех пор, то что он нам сказал, что цены упали где-то на треть. И он вряд ли сейчас, если бы он его продал, вернул бы все деньги, в которые он в него вложил. Но тем не менее, он очень доволен то, что он делает Airbnb. Он оставил свою основную работу. По специальности он психолог. Но он сказал, что сейчас он занимается только Airbnb. И сдает вот этот дом в рент. И это дает ему доход. Как видите, в дневное время везде ставни были закрыты. Практически на всех домах все люди, кто живут в Италии, пишут, что это у них такое обычай. То, что они закрывают и от воров, и они их закрывают от солнца тоже. В Америке такое не делают. Я такое никогда не видела, чтобы днем окна были закрыты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот слева дом, конкретно который мы снимали. И наша арендованная машина. Проветриваем ее, потому что за ночь она очень-очень сильно накрывается. Неожиданно попали в дождь и град в Италии. Видите, град летит по капоту машины. А здесь я вам показываю городок, называется Виньола. Недалеко от места, где мы остановились. И там есть такой старинный замок. Вот куда мы сходили. И я сейчас покажу вам вид сверху. А это вид с нашего балкона. Мы вернулись домой. Смотрите, как красиво. Закат солнца. Вечер. Эмилия Романия. Виталия. Виталия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подписывайтесь, если вы еще не подписались... Всего вам хорошего! До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...